В эфире программа День Города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Памятник культуры и истории в Рязани выставили на продажу. Уникальное строение, дом Херасковых, находится в аварийном состоянии. Россияне написали большой этнографический диктант. Рязань присоединилась. Искусство, рожденное революцией. Горожанам показывают выставку художников того времени. В Рязани памятник архитектуры выставили на продажу. Знаменитый дом Херасковых на площади Свободы сегодня является не просто последним из примеров деревянного зодчества, но и единственным сохранившимся в городе деревянным зданием в стиле ампир. Памятнику культуры повезло со статусом, но не с уходом. Уникальная постройка находится в аварийном состоянии. И сегодня его судьба под угрозой. Здание вместе с семью сотками земли владельцы продают за 12 миллионов. Здание было построено в первой четверти 18 века помещиком Серовым. В те годы подобные дома для провинциального города были типичны. Дому Серова повезло больше остальных. Особняк был полностью сделан из дуба. Вероятно, именно это помогло ему выстоять целых два века без существенного ремонта и масштабных реконструкций. Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Частично разрушена балюстрада, приходит в негодность каменный фундамент. Срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок, а портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Здание не числится в реестре муниципальной собственности с 2004 года. В более цивилизованном городе такой дом уже давно бы отреставрировали и взяли под охрану и с гордостью показывали бы туристам. Возможно, организовали бы какой-нибудь музей. Но мы живем в Рязани. Мы знаем, что существует хорошая практика в других регионах, когда из тех самых руминированных зданий создают, можно сказать, воссоздают эти здания. Когда кварзиры в таком старом доме выкупают организации или частное лицо, считается, что зданию повезло. Значит, пока не подлежит сносу. В то же время, по закону об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, новый владелец или арендатор здания, представляющего собой историческую ценность объекта культурного наследия, берет на себя обязательства по его ремонту и сохранению. Собственник не только не занимался реставрацией, но и продает дом на довольно странных условиях. Ну да, продается. Обязательство перед Министерством культуры сохранить его фасад, внешний вид. Но площадь можно увеличить. Вот у нас проект как раз мы увеличили площадь. Стало там 680 квадратных метров. Сейчас там 200 чем-то, а вот по проекту 680. Собеседник также рассказал, что несколько лет назад здесь хотели открыть ресторан. Также были планы организовать гостиницу или жилой дом. По проекту площадь здания 300 квадратных метров. Впоследствии владелец получил разрешение на его расширение практически в два раза. Вместе со зданием продается прилегающий к нему земельный участок площадью семь соток. Владелец заявил цену в 12 миллионов рублей. Администрация, а также инспекция по охране объектов культурного наследия, должна пристально следить за проведением данной сделки. Потому что статус объекта культурного наследия регионального значения, который имеет этот дом еще с 1968 года, накладывает охранные обязательства на его фасад и, скорее всего, на внутренние интерьеры. Как сложится судьба этого многострадального уникального дома, вероятно, покажет только время. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня утром Рязань в очередной раз встала в большую пробку. Парализованными оказались улица Циолковского и Куйбышевское шоссе, а со стороны Песочни зато растянулся до Ледового дворца. На появившейся в интернете видеозаписи видно, как один из автомобилей ехал со стороны улицы Горького, другой, двигаясь в противоположном направлении, поворачивал налево. В результате оба автомобиля встретились на середине дороги. Напомним, 23 октября на том же перекрестке в ДТП попала маршрутка. По официальным данным, в результате различной травмы получили 18 человек, в том числе 14 пассажиров микроавтобуса. Большой этнографический диктант пишут сегодня одновременно во всех уголках России. Масштабная акция проходит во второй раз и в этом году бьет рекорды по количеству участников. Кроме того, тест впервые напишут не только в российских регионах, но и во Франции, Бельгии, Белоруссии и других странах. Как рязанцы справляются с заданиями, узнала наша съемочная группа. Кого французы называли северными амурами? С какого из древних городов Крыма началось распространение христианства на Руси? И кто автор строк, забыв родной язык, я анимею, утратив русский, стану я глухой? Ответить на эти и другие вопросы о различных национальностях предстояло участникам большого этнографического диктанта. Проверить свои знания рязанцы смогли на трех площадках. Самой массовой стала библиотека имени Горького. Ее посетили более 120 человек, в том числе и из Копинского и Захаровского районов. За 45 минут нужно было участникам диктанта ответить на 30 тестовых заданий, часть из которых носила федеральный характер, вторая часть региональная. Первые участники диктанта стали выходить из аудитории по истечении 30 минут. Задания построены таким образом, что сначала человек узнает новые факты, предысторию события, а лишь затем отвечает на вопрос. Например, круговые танцы у бурят называют йохор, у осетин симт, у русских хоровод. А как называют похожий танец у лесгин? Готовилась, но все равно вопросы были некоторые очень неожиданные. Смотрела вопросы прошлогоднего экзамена, так полистала у меня. Правда, детская энциклопедия была, старая старая такая, полистала эту энциклопедию. Вот, ну насколько смогла. Это же предугадать невозможно, в принципе, какие вопросы. Оказалось, например, что Чукча ждет рассвета не в чуме, как мы привыкли думать, а в Яранге, традиционном переносном жилище кочевников. А самоед, джигит, калмыка и якут – это название судов российского морского флота. Вопрос про Петра и Февронию и город, в котором они жили, мне показалось легким. Я знала в него ответ. То, что касалось Великой Отечественной войны, были вопросы по войне. Все-таки про это говорится у нас больше патриотического. Соответственно, все-таки у нас как-то в стране на подъеме. То, что касается Рязанского края, Рязанской области, очень интересный вопрос был про обряд похороны мух. Поэтому это стоит уточнить, когда же он проводился и что, в общем-то, у себя он представлял. Мне тяжелым показался вопрос о памятнике на дружбу русских и якутов. Я не знала ответ на него. Теперь даже интересно найти, посмотреть, как памятник выглядит. Хочется узнать подробнее, поэтому лист с заданием с собой. Дальше поищем правильный ответ. Работа интерактивных площадок завершилась, однако проверить свои знания по-прежнему может каждый желающий. Для этого вам нужно зайти на сайт мирэтно.ру и пройти тест до 23 часов 59 минут 5 ноября. Результаты онлайн-опроса станут известны сразу, а правильные ответы с комментариями огласят 12 декабря. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцам предлагают увидеть искусство рожденной революции. В художественном музее имени Пожалуйстастена представили коллекцию работ ведущих мастеров того времени. Их увидела Ирина Ковалева. Революция в сознании современного человека по большей части ассоциируется с кровавыми событиями 1917 года – массовыми казнями, убийствами и падением самодержавия. Однако этот период времени оказал огромное влияние и на искусство. Именно об этом рассказывают экспонаты выставки «Искусство рожденной революции», которая начала свою работу в Рязанском художественном музее. Она открывается работами художников старшего поколения первых постреволюционных лет. На события, происходящие в стране, они реагировали по-разному. Некоторые продолжали работать в том ключе, в каком работали в предреволюционные годы, а кто-то позволил себе эмоциональный, экспрессивный выплеск, как, например, Абрам Архипов в своей картине «Октябрь в деревне». Кстати, именно эта работа считается очень редкой, ведь в 2018 году картин на тему революции практически не было. Картина «Октябрь в деревне» как раз входит в это немногое число. Тут нет никакой оценки конкретной событиями, социальным каким-то силам. Здесь просто, видимо, эмоциональный такой выплеск, отклик на те события, очень экспрессивное полотно, где просто людская масса стремительно чаще все сметает на своем пути. Вот это, видимо, было такое ощущение тех событий, свидетелем которых Архипов был. Суровые годы гражданской войны, митинги и демонстрации постепенно сменяются новыми темами. Главными героями картин 30-х годов становятся рабочие, колхозники, учащиеся рабфаковцы, физкультурники. Начинают культивироваться темы строительства новой жизни. Художники того времени стараются документально точно отобразить все то, что происходит вокруг них. В 1932 году, когда праздняются все литературно-художные организации, объединения и создаются единые творческие союзы, именно линия на реалистическое изображение даже не окружающей жизни, а примет светлого будущего в окружающей жизни становится главной. Так рождается метод социалистического реализма, такое направление, которое, в общем, главенствовало в искусстве несколько десятилетий. Выставку выполняет мультимедийная программа, посвященная достижениям отечественного авангарда после революционных лет и знакомства с виртуальной экспозицией мастеров левых течений, что, несомненно, позволит расширить представление зрителей о бурном и многоликом искусстве, рожденном на переломе эпох. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дворовым субботником и соседским чаепитием отметили жильцы дома на Станкозаводской улице окончание работ по укладке асфальта в их дворе. Благоустроить территорию удалось в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. Причем работу на всех этапах контролировали сами жители. В рамках субботника жители внесли свой вклад в комплексное благоустройство своего двора, убрали осеннюю листву и организовали две клумбы. «Покупают цветы, некоторые придут, соседи принятут цветы и посадим, и поливают. Сейчас хорошо сделали дорогу». Оценить вклад, который внесла Рязанская область в победу Великой Отечественной войны, действительно сложно. В городе Рыбное в то время располагалась одна из важных железнодорожных артерий. 3 ноября власти города увековечили патриотический подвиг жителей Рыбного. В период Великой Отечественной войны станция Рыбное находилась на главной линии Ленинской железной дороги. Это была одна из главных железнодорожных веток страны, от которой требовалась четкая и слаженная работа. Когда почти все основные магистрали, ведущие к столице, были заняты немцами, то на Рязанское направление легла дополнительная транспортная нагрузка. Начальник станции Рыбное Николай Колобов организовал работу так, что на переформирование поездов вместо 40 минут уходило всего 15. Всего станция пережила почти 160 налетов вражеской авиации. И каждый раз ее восстанавливали. Расцепляли горящие вагоны, восстанавливали разрушенные пути и стрелки. В 1944 году за вклад в победу над фашистской Германией Государственный комитет обороны СССР наградил Рыбновский район переходящим красным знаменем и передал его на вечное хранение. Такой высокой чести были удостоены только 15 районов Советского Союза. Спустя почти 75 лет подвиг героев тех лет увековечили, открыв здесь доску памяти. Всем движенцам, составителям, пашмашникам, паровозникам огромное-огромное спасибо за их труд, за то, что мы сейчас стоим с вами под голубым небом накануне праздников. Сегодня, 3 ноября, состоялось открытие бюста Героя Советского Союза. В 1941 году пулеметному расчету под командованием сержанта Мирошниченко была поставлена задача на мосту через реку Снопоть как можно дольше задержать наступающие силы противника, а затем взорвать сам мост. В ходе ожесточенного боя были перебиты шнуры, ведущие к заминированному мосту. Сержант Мирошниченко подполз к Битфордову шнуру и поджег его. Ценой собственной жизни он ликвидировал переправу. Как маятник, как маяк, как героически давать возможность каждому человеку, проходящему здесь, смотря на него, будет хотеть быть похожим на него. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Подошел ноябрь, столбик термометра уже не раз пересек нулевую отметку и стремится к цифрам со знаком «минус». Небольшие снегопады каждый день напоминают о приближающейся зиме. Чтобы осень запомнилась на весь снежный период, Рязанские кинотеатры предлагают посмотреть новинки кино, долгожданные премьеры и даже отправиться в кино за мечтой. С начала месяца в кинотеатре «Киномакс» стартует акция. У каждого жителя и гостя города есть возможность стать обладателем одного из 35 ценных призов, включая популярный iPhone 8. Стать участником акции несложно. Нужно до 17 декабря сходить в кино на любые 4, но разных фильма, а билеты от просмотра сохранить. Когда эти билеты у вас будут на руках, вы можете принести их на кассу нашего кинотеатра, заполнить купон, где укажете свою фамилию, имя и контактные данные. Опустите этот купон к ворну. После 17 декабря мы объявим победителей. Призы у нас очень ценные и очень классные. «Киномакс» подарит своим призерам смартфоны, и никакие-либо iPhone 8, смартфоны Meizu, Bluetooth-колонки, рюкзаки и много-много интересных других призов. Сходить в кино в ноябре и декабре действительно стоит. «Киномакс» покажет новинки и долгожданные премьеры как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Здравствуйте, у вас зал «Аймакс», ряд 9, место 14 и 15. Взрастная категория, 16+, в формате «Аймакс 3D». Приятного вам просмотра. «Киномакс» стоит выбрать и по той причине, что здесь есть единственный в Рязани кинозал формата «Аймакс». Войдя в этот зал, сначала удивляешься отсутствию экрана. Огромная стена – это и есть экран. Фактически кадр не имеет рамки. Именно это свойство, плюс картинка высочайшего качества, создают эффект погружения. Это уже для ценителей. Получается, что зритель не смотрит фильм, он как бы внутри фильма. Говоря об «Аймакс», нельзя не упомянуть о звуке. Современная интеллектуальная цифровая система с помощью особой лазерной технологии настраивается под каждый конкретный фильм. Зритель не просто слышит звук, он его ощущает. Именно поэтому «Аймакс» отбирает самые лучшие фильмы для демонстрации в кинотеатрах. Но для участия в конкурсе совсем не важно, какой зал выберет зритель. В кино за мечтой нужно сходить всего четыре раза. Не забыть обменять билеты на купон, и тогда популярный смартфон, о котором многие сегодня мечтают, может стать вашим. Увидеть в кино в эти дни можно, и нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда». Уже несколько месяцев идет противостояние двух мнений общественности. Те, кто возмущен картиной, перешли в тяжелую артиллерию. В городе даже прошли несколько одиночных пикетов против показа картины. Как восприняли картину в Рязани, узнавала Ирина Ковалева. Фильм «Матильда» Алексея Учителя вызвал настоящую бурю в обществе еще до его выхода в прокат. Попытки фальсификации российской и мировой истории, дискредитации, глумлений и клевета на одних из самых почитаемых святых нашей церкви, царя-стростотерпца Николая II и членов его семьи. В этом и не только обвиняли создатели фильма. Как следствие, многие общественные и религиозные организации пытались добиться запрета его показа на территории нашей страны. Однако, как и было запланировано, «Матильда» вышла на большие экраны 26 октября. Отметил бы кто-нибудь выход этого фильма, если бы не шумиха, поднятая вокруг него, сказать сейчас сложно. Теперь же на его просмотр идут хотя бы для того, чтобы понять, имеют ли все эти обвинения под собой основу. Одним из первых этот фильм увидел доктор исторических наук Петр Акульшин по долгу службы, как он сам нам признался. Фильм его не впечатлил ни в художественном плане, ни в историческом. С точками истории. Там, в общем, кроме того, что был Николай Второй, у него была, ну, как сказать, ну, любовница, называют так речи с именами, мадемуазель Кшесинская. Она, поскольку была незамужней, она в эмиграции вышла, уже замуж, то он появляется, один великий князь, вот за него. Он был помадше ее. Что была ходынка, коронация Александровна Федоровна и катастрофа в царской поясе до своего времени, всего больше ничего там достоязного нет. Слабый сценарий, слабая режиссерская работа, несоответствие фактам истории. Вот заключение после просмотра Матильды доктора исторических наук. Однако ничего, что могло бы затронуть чувств верующих, по словам Петра Владимировича, он не заметил. А ведь именно на это не раз делался акцент в обсуждениях Матильды. Мы решили узнать мнение православного священника, который принимал участие в дискуссии по поводу того, какой должна быть реакция православной общественности на этот фильм. В первую очередь отец Дмитрий отметил, что к году столетия революции было бы логично подготовить серьезные фильмы, аналитические, о том страшном времени, которые заставили бы общество задуматься о прошлом и не допустить подобного в будущем. А в итоге мы видим фильм, который весьма поверхностно судит о фигуре последнего русского императора. Но что касается оскорбления чувств верующих, с точки зрения отца Дмитрия, вне рамок уголовного права оно, несомненно, присутствует. Еще раз хочу сказать, что портрет государя, который там представлен, он очень искаженный портрет. Исторически он искаженный. Это, несомненно, в угоду художественному вымыслу. В какой-то мере, наверное, допустимо, но в данном случае я считаю, что это недопустимо. Государь – это великий святой. И более того, еще раз подчеркну, что человек, который очень жестоко пострадал, он и его семья. Вот хотя бы даже это, оно, наверное, заставляет нас в целом уважительно относиться к его фигуре. Который, конечно, человек, который очень благородно себя повел, в таких обстоятельствах семья, глядя на лица которой, мы понимаем, что это не лица, а лики. Понимаете? Поэтому я считаю, что действительно можно обидеться. Ну, понимаете, святые для нас – это как… Это священные образы. Возможно, понять это светскому человеку непросто. Вот как раз для того, чтобы узнать реакцию на фильм «Простых рязанцев», мы отправились в один из кинотеатров нашего города. Сеанс только закончился, и люди с удовольствием делились с нами своими впечатлениями. Фильм очень хороший, очень-очень замечательный фильм. Нам очень понравился. Никого не оскорбляет, он все очень красиво. Все это, ну, вот пока впечатление, пока, знаете, такое вот, вот, очень все хорошо. Смешанные чувства какие-то, значит, и смешанные. Ну, так фильм интересный, но просто, ну, такое ощущение, как будто очень много все-таки из истории переврали. Хоть это и художественный фильм, но все равно какое-то, ну, не очень приятное чувство. Я не понимаю, почему его нужно было закрывать, не показывать. Ничего в этом нет такого зазорного. Он с артисты на сцене обнаженный. Это наша история. Знаете, у меня переполняет чувства. Фильм такой красочный, богатый, красивый. Артисты подобраны. Очень здорово. Я очень довольна. Смотреть «Матильду» или не смотреть – это решит каждый сам для себя. И хорошо будет, если после просмотра фильма у зрителей появится желание узнать больше о нашей истории. Только тогда они поймут, что по сути своей фильм не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле на рубеже веков. Рязанские школьники играют в боулинг. Соревнования проводятся в период осенних каникул в преддверии Дня народного единства. Всего более 400 молодых людей принимают в них участие. Этих ребят можно назвать первопроходцами, ведь именно они стали первыми участниками первого чемпионата по боулингу среди школьников на Кубок администрации города, который прошел в Рязани. Более 400 школьников на протяжении нескольких дней соревновались за звание лучших в этой игре. Таким образом, они не только отстаивали честь своих учебных учреждений, но и весело проводили время на осенних каникулах. Данные соревнования были организованы по поручению исполняющего обязанности главы администрации Сергея Карабасова с тем, чтобы устроить школьникам праздник в преддверии Дня народного единства. Для них проходило очень много мероприятий, но центральным, где почти 500 человек поучаствовали, стал вот такой подарок от Сергея Юрьевича Карабасова. Мы знаем, что ребятам очень понравилось. И новые друзья появились, и новые впечатления. Кто-то вообще впервые поиграл в боулинг. А один ребенок сказал, ну это теперь мое увлечение на всю жизнь. В финал прошло всего шесть команд. И в день подведения итогов 3 ноября накал страстей достиг своего апогея. Ребята нервничали, спешили. Именно из-за этого некоторые команды набрали меньшее количество очков, чем могли. Однако команде школы номер 17 удалось взять себя в руки. И в итоге именно они заняли первое место. Хотя, по их словам, это было непросто. Соперники были довольно сильные. Мы больше всего боялись 52-го лицея, потому что они какой-то день набрали 631 кемли. Это было трудно. Но, несмотря ни на что, они вырвались вперед. А поддерживал их на соревнованиях учитель физкультуры. Несмотря на то, что боулинг не входит в программу физподготовки в школе, Михаил Кирюхин как мог старался помочь ребятам. Делали какие-то покровки. Где-то кисть довернуть, где-то под углом к дорожке подойти. И за счет этого и коллективизма мы победили. Очень горд за ребят, очень рад. После окончания соревнований заместитель главы администрации Елена Сорокина лично поздравила ребят и вручила победителям грамоты и ценные подарки. Кубок главы администрации по боулингу среди школьников прошел в нашем городе впервые. Однако организаторы отметили, что планируют сделать этот турнир ежегодным. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Редактор субтитров А.Семкин